ну еще раз меня зовут виталий я сам с камчатки родился на камчатке на полуострове всю жизнь практически там прожил много очень ездил путешествовал по миру вообще занимаюсь высотным альпинизмом и ски альпинизмом ну и соответственно конечно фрирайдом поэтому сегодня мы поговорим не только камчатки а фрирайде вообще что такое фрирайд бэк-кантри разберем немножко затронем снаряжение пройдемся по снаряжению но на уровне именно прикоснуться и изучить чуть-чуть совсем разберем какие есть районы на камчатке вообще камчатки поговорим как о месте в стране вулканов вот и на примере 10 дней я вот расскажу как можно провести по фрирайдить по отдохнуть покататься там на камчатке ну и кроме того что еще можно там делать какие еще собственно наш клуб который представляю горной территории устраивает и организует клуб горная территория я являюсь лидером этого клуба мы организованы не так давно но на сегодня представляем клуб вот желтые точки это как раз места где мы проводим программы куда мы ездим и где у нас есть представительство компании камчатка гималайи алтай филиал в киргизии кавказ швейцария там ледовые маршруты у нас ледовазни патагония исландия и представительство еще в австралии у нас также есть занимаемся мы чем восхождение на эльбрус на пик ленинах антенгри пик коммунизма высотные организуем и проводим фрирайд программы скитур программы трекинг просто путешествия но в общем то все аквактиве и все что связано с горами у нас команда вот такой это лидерский состав все практически все там на уровне мастера спорта но это игры только основные лица не все ну а теперь о камчатке самой но не зря называют страна вулканов скажите сколько вулканов на камчатке как вы думаете примерно несколько десятков сотен то больше тысячи 29 вулканов до действующие а всего 300 вулканов все все которые неактивные они потухшие называют но с вулканами дело так обстоит сегодня он потухший завтра он активный но на самом деле так бывает вулканы на камчатке имеют в основном так называемый страта вулканы то есть это прямая коническая форма не буду там углубляться почему так получилось но они именно такие ровненькие аккуратненькие красивые они могут быть с гребнями с баранкосами но они все вот такие вот красивые вот в отличие от исландии там вулканы все таки размазанные такие расползшиеся и они невысокие на камчатке вулканы ну знаете да самый высокий лукан ключевая сопка 4 750 метров который входит в программу снежный барс россии да типичный ландшафт такой и так камчатка рай для фрирайда как вы думаете почему камчатка рай для фрирайда снега много отлично а что 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 нет правильно нет проблемы с ледниками почему народ вообще уходит подальше от каких-то горнолыжных комплексов от гостиниц конечно людей нет так вот на камчатке да имеют такую площадь 300 тысяч населения медведей 20 тысяч то есть но где-то там сопоставимо до поэтому на самом деле до уезжаем где-нибудь на вулканы но людей просто нет где-нибудь там ближайший метров за 10 за 20 хотя мне конечно группы встречаются но перешли как к самому фрирайду ребят кто вообще на лыжах катается надо на доске на лыжах все катаются кто а теперь кто фрирайдом занимается нет 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 не все ну то есть мне чтобы было понятно это начинающий или там какой уровень все немножко занимаюсь окей но смотрите фрирайд офф-пист еще его называют внетрассовое катание это как бы все знают понятное дело что фрирайда можно заниматься где угодно и в перми тоже наверняка да есть места где фрирайда можно заниматься но одно условие однозначно должно быть это нетронутый снег все мы в погоне за нетронутым снегом поэтому уходим как можно дальше вот цивилизации от горнолыжных курортов и так далее и здесь начинается что есть такое слово бэккантри это как раз активность не обязательно это лыжи не обязательно доски но эта активность вне досягаемости лыжных патрулей глк цивилизация когда ты цепляешь рюкзак либо там на снегоход садишься и уезжаешь куда-нибудь подальше в глушь так вот бэккантри имеет несколько разновидностей тут я поругаюсь немножко такими словами модными сайт кантри есть и свой кантри это термины которые но к россии не совсем имеют отношения но сейчас я объясню почему это так для кругозора просто сайт кантри вещь довольно распространенная когда поднимаетесь на подъемнике и спускаетесь потом фрирайд но где-то там в стороне от трассы да вроде бы как классно здорово поднялись на подъемнике а спустились фрирайд минус какой час езды то снег раскатом все ну то есть как только выпал снег во второй половине дня делать нечего слэк кантри слэк по-английски там что-то примерно там ленивый то есть бэккантри такое ленивое это когда это практикуют в америке на машине заезжаешь куда-то наверх спустился на лыжах фрирайд потом стоишь на дороге с лыжами голосуешь да вот я думаю тому раз подняли тебя опять кто-нибудь добрые люди опять спускаешься опять голосуешь ну как бы наверно не для россии скитур либо alpine touring в чистом виде это уже не является частью бэккантри но для с использованием специального снаряжения с используем специальных лыж ботинок крепления которые позволяют подниматься в гору мы подробнее попозже разберем что это такое кто не знает и рандоне это ски альпинизм это уже как вид спорта в следующие олимпийские игры зимние он включен уже вид олимпийских игр вали в олимпийских видов вот это бег по горе в лыжах наверх забежали кому соскинули вниз спустились и вот на время бегают но ски альпинизм уже как активность его специально отдельно выделяю потому что так же как и альпинизм но я не считаю спортом также и ски альпинизм тоже это не спорт это именно как активность когда вы проходите какой-то маршрут технический маршрут возможно и отпускаетесь потом с горы по другому месту по выкату такому интересному хорошему вот ну и телемарк что-что да борт альпинизм телемарк но это на самом деле это вид техника спуска до когда вы внутреннюю ногу подгибаете со свободной пяткой ну и знаете на самом деле что телемарк это и есть прародитель горных лыж то есть горные лыж начались как раз телемарка и это было в семнадцатом или пятнадцатом веке что такое даже точно не могу сказать но очень давно и так бы кантри типичная картина на камчатке бордеры как раз не лыжники может выполняться по-разному пешком на снегоходе на скитуре на лошадях только у нас не катаются в киргизии на лошадях даже до бэккантри по киргизски да то есть подъем чтоб потом вот так вот спуститься и так для бэккантри разбираем фрирайд собственно это спуск вот но прежде чем спуститься надо обязательно подняться есть еще хелиски для подъема до либо подъемники можно использовать либо такой девайс ковер самолет то есть с использованием техники либо ногами ногами осуществляется подъем вот либо пешком но вы же конечно можно на рюкзак при этом но все равно идешь проваливаешься либо там по колено по пояс как угодно второй вариант дальше это на снегоступах на снегоступах кто ходил понравилось медленно но снегоступы конечно они помогают они однозначно помогают но в пухляке в них довольно комфортно ходить по не по по небольшому до углу либо по ровному но подыматься наверх особенно при нормальных крутых склонах не комфортно у них есть шипы но они не держат они все равно соскальзывают поэтому через вот этот этап использования снегоступов проходит но очень многие я наблюдал картину когда их просто выкидывают или там разбивают их взлятся на них и так в общем следующим этапом это скитур это вот как раз сама техника подъема которая дает представьте при подъеме даже удовольствие на самом деле потому что идешь как на ступеньках и подъем ну такой именно именно в кайф вот такую штуковину мы придумали смотрите это эволюция поэтому девиз такой найдите себя где вы вот здесь нет ничего себе да ну сплит какая разница вот тогда в середине а ногла есть есть как бы неудобства в сплите там много контов доска тяжелая и ведет на себя совсем по-другому то есть когда есть предпочтение в каталке хорошая доска она не сплит ну понятно вы знаете что есть сплит трехсоставной четырехсоставной вот а я потом расскажу итак да скитур использование скитур снаряжение в бэккантри отличается вот именно самим снаряжением сейчас мы пройдемся по нему разберем что это такое ну первое самое основное мы я уже не буду там скакать доски лыжи просто про лыжи расскажу потому что с доской но это все по аналогии лыжи для скитура отличаются от обычных фрирайд моделей массой есть такой коэффициент интересный один к четырем один это читается так один килограмм на ноге это четыре килограмма в рюкзаке то есть когда идет утяжеление вашего снаряда на ноге то этого в такой прогрессии умножены на 4 можно соотнести как груз наверху то есть вы же если у вас не килограмм а полтора килограмма 500 грамм это значит вы два килограмма закинули себе в рюкзак идете поэтому конечно вес это ученые в германии такое придумали вывели такую формулу вот поэтому лыжи для скитура они конечно в большинстве своем легче чем обычные фрирайд модели но это конечно зависит от самой модели они хоть и заточены для подъема наверх да да для точнее для спуска но вот за счет своей массы сделано так чтобы подниматься было проще дальше у них есть но такое приспособление что ли на пятки для крепления камуса камус шкурка скины как угодно называют на клею кстати есть у в магазине камус да давайте камус посмотрим вот вы же вот допустим гоночные модели весят 600 грамм тяжелый фрирайд модели у них масса может быть там до трех килограмм да но гоночные это гоночные модели да да спасибо сразу говоря вот о камусе вот они такие шкурки цепляется вот такой скобой за лыжу за вверх и пяточная система есть она здесь не установлен сами собой камуса представляет шкурку с одной стороны так защитный слой да где то а вот он кто не трогал камуса ни разу в жизни вот посмотрите что это такое в одну сторону гладкая другую сторону до шершавая камуса изобрели тоже очень давно тысячу лет назад охотники наклеивали не наклеивая набивали шкуры животных нерпичу шкур обычно использовали вот ну а сейчас вот такие камуса бывают нейлоновые синтетические либо комбинированные у каждых есть свои плюс свои минусы производители сейчас очень много вот и качество но тоже отличается бывает модели такие скажем не очень хорошие но из-за клея клей бывает отвратительные и после одного года использования и имею вообще невозможно пользовать их у меня сейчас black diamond я и g3 использовал и ну много разных но вот по правде говоря вот не знаю насколько это корректно будет конечно но скитраб скитраба клей паршивый плохой да вы же хороший мне скитраба тоже вы же но клей у них прошивай но опять же на два года хватает а потом уже начинаются проблемы но это я использовал но 55 раз пять раз пять раз в неделю да да ну практически нет я там и летом сезон 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 до а не нет а сезон с декабря по июль там на камчатке а на камчатке ну да конечно но опять же это какой снег при когда мокрый снег то много нюансов что хочу сказать по поводу комусов рекомендация такая хранить их надо обязательно в мешочке то есть не так что их сложили и закинули в рюкзак обязательно в мешок причем очень аккуратно и когда их снимаете комуса не надо их кидать на снег снег чистый но в нем все равно есть какие-то там пылинки какие-то чешуйки там береста или еще что-нибудь вот снег тает и потом все это остается на клею слабое место это как раз клей на него вот нападает всякая ерунда и потом он перестает работать при этом тоже иметь ввиду что клей можно менять но если будете клей менять то он все равно не будет работать как не будет таким как заводской все он будет хуже такую процедуру мы там периодически делаем есть специальные инструменты для замены клея так дальше по креплением отдельно хотелось бы так вот остановиться что такое чем отличается крепление скитуровский от обычных горнолыжных креплений тем что у них есть степень свободы 1 то есть пятка гуляет что позволяет вам нормально идти как на беговых лыжах подниматься в гору при этом вот есть такая ступенька подставка которую можно брать по равнению идти вот так до таком положении только вы поднимаетесь на гору подъем идете подставку подставку такую выставляете вот угол меняется идти подниматься комфортно крепление для скитура бывают но основные такие два вида эта система тлт так называемый еще их называют пиновая система и платформенные крепления крепления платформенные они более тяжелые боль таки кандовые то есть несут большую нагрузку у них есть один большой минус эта масса они тяжелые и более того мало того что они тяжелые то есть сама сам вес большой у них сама пяточная пяточная часть она находится закрепленная в ботинке и когда вы делаете движение наверх то вы подымаете ногу вместе с пяткой а в системе тлт пятка находится смонтирована на на лыжи она неподвижно поэтому вы работаете только ботинком то есть ваш вес который вы подымаете постоянно он увеличен здесь из плюсов но большая надежность все-таки больше степеней у головки и это автоматы такие полные автоматы полноценные система тлт так вот перейдем да и кстати на этой системе можно использовать но любой ботинок система тлт предусматривает использование специальных ботинок то есть идет крепление ботинки отличаются они от обычных моделей вот здесь на и на снимке видно хорошо здесь посмотрите вживую вот наличием вот таких вплавленных фитингов которые пинами в креплениях вот так вот зажимаются и вот само движение происходит на них фиксация пятка свободно вот они две две системы платформенная и система тлт проходите проходить сюда здесь садитесь из плюсов у системы тлт это масса они значительно легче и вот спортивные модели креплений сейчас эти выпускают очень многие фирмы это становится все более и более популярным эта система 120 грамм 140 грамм спортивные модели у них конечно меньше регулировок вот но чем отличается вот это допустим до модели у него пятка настраивается на разный размер ботинка то есть она гуляет и регулировочный винт спортивные модели лишены такой возможности у них нет ски стопов ски стопы только такие там карабинчиком цепляются ну и конечно и жесткость тоже у них бывает либо в основном 10 и в основном 10 дин вот но эта модель 12 до 12 единого они не обязательно нет вот эта модель не спортивная это тяжелая она около килограмма весит но это да под подскельпниру конечно но самая тяжелая система тлт все равно будет легче самых легких платформенных креплений это надо понимать я говорю в платформенных креплениях плюс в том что они автоматы вот и их можно очень хорошо грузить их надежность конечно выше хотя на системе тлт я вам попозже там покажу у меня был опыт спуска очень серьезного в больших горах на семитысячники и подытоживая по поводу самого снаряжения его выбора и так далее выбирать подбирать снаряжение скитур снаряжение надо исходя из того какими какие вы ставите задачи для себя то есть я хочу очень быстро подняться и мне не важно как я буду спускаться это максимально легкое снаряжение должно быть правильно но спускаться вы будете не очень на нем комфортно так каких там чего-нибудь ладно вот так буду показывать то есть это ски альпинизм это гонки еще раз не важно как я буду спускаться главное легко и быстро подняться спусковые характеристики в этом случае будут ниже но и масса будет низкая на примере ботинок да будут бы вот масса будет 600 грамм крайний другой вариант это ски тур чистый фрирайд я хочу спускаться очень класс мне не важно сколько будут весить вы же сколько будет весить снаряжение у меня задача классно катнуть вес будет масса будет большая спусковые характеристики будут выше это ски тур это крайние такие ситуации и существует большое большое множество каких-то средних конечно есть какие-то универсальные ситуацию универсальный комплект универсальное снаряжение но здесь тоже надо понимать что не бывает универсального которая и очень очень легкая и при этом классная на спуске поэтому нот к примеру сейчас выпускают такие облегченные модели карбоновые ребят кто катается сами прекрасно знаете что вы же управляемость от массы зависит то есть вы же все равно они должны что-то весить когда у вас на ногах пушинка они плохо управляются поэтому здесь как бы вот априори если она легкая то она не будет таким прям вот таким же хорошим как чистые фрирайд модели это надо понимать скитрап на пинах на скитури нет это не нет это было тлт радикал динафиты 1100 но там частично до был скитур подъем но только частично там фотографии будут сейчас немножко совсем точно так полой лавинному снаряжению здесь хотелось бы отдельно заостриться тоже мы так просто пройдемся вообще что она есть такое занимаясь бэк-кантри занимаясь фрирайдом вот это снаряжение безусловно должно быть у вас однозначно но при этом мало просто его иметь надо еще уметь им пользоваться поэтому ну лекция одно дело практически занятия желательно со специалистами сертифицированными отработка и так далее когда вот к нам народ приезжает на камчатку мы обязательно на следующий день по приезду проводим лавинные курсы ну есть она есть нет нет но сыпет сыпет зависит от сезона конечно мест от вакации но бывает но у нас никого не засыпало так скажу но это все понимаете опасность есть всегда и везде все просто зависит от того как ты головой работаешь есть 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 конечно но не зачем по всей камчатке где одни медведи чего туда нет в округе города обязательно есть да и обстреливают и районы закрывают да бывает и такое вот а вот кстати это как раз участок это где-то 5 с копеечкой но такой был участок что надо там вот именно на лыжах идти зона трещин поэтому но там я иногда один тоже хожу бывает не на победу мы группой ходили 4 человек у нас был нужно лыжи до 1 но вот проходя вот такие участки да вот бывают вот такие участки но это такое тоже чистый ски альпинизм не вид спорта да а именно но такая активность что ли это тоже где-то вот кстати это на победе и вот с этими лыжами с этим комплектом я ходил это где-то 6 300 примерно вот иногда вот приходится такие ледовые участки проходить и конечно в таких маршрутах дополнительно к фрирайд снаряжению еще дополнительно идет и альпинистское снаряжение вот я не зря выделил такой вот инструмент который называется выпит михаил у вас нет такого нет понятно очень интересный девайс это палка а как вроде как обычная лыжная палка но на конце видите да у нее клювик очень комфортно проходить такие вот технические участки но не особо где уже там ледоруб нужен где-то придержаться на крутых подъемах где есть опасность срыва можно задержаться нет клюв не убирается делается смотрите какая хитрость верхнее звено снимается и ставится обычная палка то есть на спуске понятное дело что спускаться с таким инструментом опасно но как я делаю у него есть защитный колпачок либо я одеваю колпачок на не опасных участках на коротких и еду с ним но очень аккуратно при этом конечно ну я просто историю рассказываю но этого не надо делать я зажимаю полностью тлт систему под максимум то есть она не раскрывается у меня я ее блокирую это категорически этого нельзя делать но когда вопрос стоит дай либо у тебя лыжа выстегнется и ты улетишь да либо ты будешь стоять на лыжах на кант кант будет держать и все пройдет хорошо вот поэтому вот блокирую его и конечно спускаешься с ним с выпитом бывает такое что еще если другом но это редкие такие случаи поэтому все поднялись наверх с ним можно придержаться причем у нас интересно иностранцев я наблюдал с двумя выпитыми бесполезная вещь совершенно его надо носить только один конечно да самозадержание вы все равно будете делать одним вы не будете двумя вот так вот цепляться если происходит какой-то срыв да это же не ледовый инструмент все верно это просто придержаться и самозадержание сделать как в классике в альпинизме нет здесь вот как раз вот вот эта часть выполнена хорошо она вот эта часть хорошо сделано выполнен это сама слабенькая конечно это очень слабенько да конечно да да конечно да есть такой лайфхак у меня сейчас я вам покажу может быть это вам пригодится когда-нибудь да есть такое слово модное знаете что происходит когда вы поднимаетесь у вас вы же допустим сзади на рюкзаке или борды вот и вы поднимаетесь по склону по склону поднимаетесь довольно крутому даже в комусах скитурите попробуем воспроизвести это здесь вот на столе когда но эта поверхность до снега она находится под углом вы ударяете палкой вот так вот вот таким образом так все нормально хорошо штычок входит а когда угол большой смотрите да и палка проскальзывает вы вроде бы как начинаете делать укол она у вас раз и уходит кольцо мешает да да что делаем смотрите один лепесточек вот так вот обрезаете просто вот здесь вот прям по этому диаметру и когда идете на подъем то этим срезом идете вниз его обращаете сюда когда спускаетесь то его разворачиваете на 180 градусов и все и на палке он оказывается у вас внизу и теперь вы идете когда на спуск либо просто пешком спускаетесь либо едете на лыжах все у вас вырезанный лепесточек внизу и у вас палки при уколе не проскальзывают так итак какие особенности фрирайда на камчатке подошли собственно к самому уже полуострову ну во первых это большие перепады вот это корягский вулкан вот у него здесь от перевала до вершины перевод перепал перепад 2500 метров две тысячи полтора километра это нормальные перепады и это характерно для камчатки для камчатских вулканов дальше большие расстояния вулканы они не так как не находятся друг на дружке они не кучкуются один разнесены и там 30 километров до одного допустим другого 50 и эти расстояния преодолевать конечно надо на снегоходе то есть не пешкодралом но вот вариант либо вертолет либо использование такой техники снегоход ну вот и кстати снегоход в отличие от автомобиля расстояние проходит намного быстрее то есть если на машине допустим летом вот до этой точки от города ехать там три часа то на снегоходе за 40 минут можем доехать ну это так балуемся просто еще одна особенность на камчатке это разный снег как раз вот за счет самого рельефа за счет того что есть гребни и есть кулуары барон косы до юг-север и вот обычная такая ситуация идешь с одной стороны подымаешься на вулкан неважно какой снег тебе просто здесь вот комфортно идти даже наоборот жестче снег проще идти поднялся наверх а по подъему идешь поднимаешься и плюешься души елки-палки заструги по колено твердые такие ух точно не хочу здесь спускаться вышел на вершину перед тобой выбор да сюда спускайся сюда спускайся сюда куда угодно ну конечно не там не полностью не 360 градусов но очень большой выбор и конечно другом на другой экспозиции там комфортный снег можно идти с но с большой долей вероятности но награда как раз за то что вы поднимаетесь на страта вулкан вот тоже страта вулкан да вот такие панорамные виды потому что все находится внизу отдельно стоящая гора то есть это не вот не как горная система обычный там кавказ там гималай и памир где вот нагромождены все горы а вы поднимаетесь на отдельно стоящую вершину все внизу то есть виды конечно сумасшедшие это и тихий океан долины сопочки такие и нет людей что не может не радовать ну и вот смотрите сейчас я вам познакомлю расскажу как можно 10 дней фрирайда устроить на камчат что мы собственно и делаем горной территории мы придумали одну хитрость такую мы делаем программу разбиваем ее на два района прилетаете в город петропавловск-камчатский 80 километров на машине и приехали здесь красный это первый район здесь наша база находится я попозже расскажу что за база и здесь вот пунктиром обозначено то как мы выезжаем районы на снегоходе заброски катаемся здесь здесь потухший вулкан в очкажец здесь тоже несколько гор есть горелая глиняная и на чекинское зеркальце и там совершаем такие радиальные выезды вот в течение нескольких дней потом переезжаем на машине также на снегоходах в район номер два здесь тоже несколько вулканов два вулкана активных катаемся на них поднимаемся наверх спускаемся там ну и дальше программа продолжается и так вот район 1 вот такое там размещение у нас 4 звезды не меньше я правда говорю но но они подпольные они подпольные а сейчас даем вот а фишка какая там бассейн с горячей термальной водой то есть каждый день после каталки плюх купаемся да также на этой базе на нашей есть первый в россии иглу отель это наша фишка это наш проект проекту горной территории отель полностью построены снега запустили мы его в прошлом году первый раз вот в этом году мы открываемся уже 25 декабря все строения выполнены только из снега внутри есть все для комфортного проживания температура снаружи допустим минус 25 внутри минус 3 минус 5 но спальные системы оборудованы в них очень тепло абсолютно всем то есть я не встречал не было никого кто бы сказал я замерз конечно да сейчас покажу это двухместный номер вот такой нам народ даже прижал свадьбу праздновать остаться на природе с ночевкой теперь можно даже зимой причем вполне комфортно и максимально безопасно в каждом снежном домике есть необходимая мебель и даже небольшой обогреватель маленькие хижины собирали из снежных блоков а вот супер игру со столовой баром и большой спальней состоит из прессованной снежной пыли готовая конструкция по прочности и не уступает даже бетону абсолютно уникальный опыт для людей разного плана не только для спортсменов и только для обычных простых людей поэтому люди приезжают и с друзьями и с детьми и можно и шашлыки пожарить отдохнуть искупаться в бассейне устраиваем экскурсии с наступлением камчатской весны от иглу отеля не останется и следа между тем организаторы уже начинают готовиться к следующему сезону лишь слегка ты поднимай завесу тайны и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 И он мне там подсказал какой-то ученый приезжал к нам с Москвы Он говорит, воздух ионизируется Да, там какой-то воздух, он совсем другой становится, фильтруется и так далее В общем, ощущения там совершенно интересные, удивительные Там и звука нет, потому что снег звук поглощает И эта конструкция не ледовая, а именно снежная Да Ну, такой опыт очень интересный, классный Тем более, еще рядом бассейн горячий Народ как утром просыпаются Еще и не добудешься Давай там всех будить Да, да, сейчас и дальше спят Потом раз, выходит и в бассейн Плюх Вот так А вопрос, вот палатка, полбочка она лучше идет? Какие-то плюсы или просто капалат? Для зимы имеется в виду Для зимы это все зависит от маршрута, от места Ну, там много вообще-то нюансов Но вот эта конкретная модель, у нее плюсы Это американская палатка, но вес Да, очень легкая, очень легкая палатка Но я ее сам проектировал Не то что проектировал, там дорабатывали Типовую палатку американскую Ну, ладно Так, это мы прошли уже все, правильно? А, вот Так Сейчас, секундочку Большие расстояния, снегоходы Сейчас, минутку Вот Все Поселились, поночевали На второй день Идем на гору Проходим лавинные курсы Обязательно Это требование Требование Имеет с собой лавинное снаряжение Щуп, лопата, датчик Если этого нет, мы в аренду даем Вот Курсы длятся около 2-3 часов Примерно Проводит их Либо Александр, либо Эдуард Оба спасатели Спасатели первого класса Сертифицированные Спасатели Лавинщики Камчатского поисково-спасательного Ну, на отделение Имеется ввиду На 5 человек Еще Фишка Сразу же после Курсов Делаем тестовый заезд Зачем? Разделить по категориям Конечно У нас был такой случай К нам приехали Девчата Девчата С Хабаровска Да Мы с ними там списывались Я говорю Как у вас опыт Какой есть Вне трассового катания Да Мы вообще Фрирайдеры Такие Продвинутые Ну ладно, хорошо А Перемещение Идет со снегоходами На Буксиром То есть Веревка Держишься За веревку Снегоход поехал И буксирует Кто плохо катается Те в нарту садятся Все Сидишь Отдыхаешь Тебя везут Ну их конечно Мы на веревку прицепили Они Да, да Нормально Все Не, ни в коем случае Ни в коем случае Это проводим Технику безопасности Сначала 10 минут Только рукой Никаких колец Ни руку не засовываешь Никуда Только за веревку Держишься и все Там есть узелок Такой все Ну и вот Мы проезжаем 10 метров Их там было четверо или пятеро Все в кустах лежат Так Ну Ладно Бывает такое Опять стартуем Доски Нет, они на досках были Едем дальше Опять 10 метров проехали Опять все упали Я уже подхожу Голубаюсь Говорю Признавайтесь Давайте Колитесь Ну вот В прошлом году купили В этом году Один раз на доске стояли Ну все понятно Проблемы Нет Вообще То есть к нам можно приезжать С нулевым вообще уровнем Мы ломаем Ломаем этот стереотип О том что Фрирайдом можно заниматься Будучи Спортсменом Будучи опытным Имея навыки какие-то Можно заниматься фрирайдом Не умея Кататься Вообще Мы ставили На лыжах Впервые людей Которые катали Фрирайд у нас На Камчатке Просто все зависит от того С кем вы это делаете Какой гид И в каком месте Правильно И так чтобы Вы Если Ну уровнем Только-только Начинаете Ну понятное дело что В этой группе Там Профессионалу Ему будет Ну не интересно просто Кататься Точно так же и наоборот Зачем Новичка тащить На гору какую-то Серьезную Поэтому мы разделяем Делаем две группы Новички катаются Внизу На широких пространствах С небольшим уклоном На хорошем снегу Выбираем Такое чтобы там Ну пухляк был Не по пояс Ну вот Где деревья Дорогу не перебегают Медведи где не ходят А с боевой группой Мы так ее называем Идем Ну как правило Они со мной ходят Выходим куда-нибудь Снегоход забрасывает Куда повыше И идем пешком Либо на скитуре Либо там На Снегоступах Ну вот Есть еще вариант Кстати Когда берется снегоход И он вообще у вас Весь день катается Такое тоже предусмотрено И вот район первый Вулкан Вачкажец Потухший вулкан Перепад Больше тысячи метров Вот это его абсолютная высота 1556 Выбор склонов очень хороший Разнообразные склоны До него на машине ехать Там минут 20 И потом на снегоходе Минут 30 Тоже и все И мы уже на его склонах Катаемся Уезжаем на весь день Там проводим Четыре часа Три часа Все зависит Там несколько вершин Там цирк Заходишь Поднимаешься И оказываешься в цирке Ну горное образование За весь день Не Снегоходом У нас вообще включено Две заброски снегоходом Но снегоход закидывает 200-400 метров В зависимости от снега То есть бывает Пухляк И конечно снегоход Там высоко не выйдет Вот Ну а так Вообще Он по максимуму Выбросил снегоход По одному человеку Забрасывает Вот Потом Встали все группы И пошли потихонечку Вышли на гребень Желательно где снег Либо мало Либо жесткий И по нему потопали Ну и говорю Если кто-то не хочет Ходить пешком То Снегоход катает Ну внизу уже Спуск понятно Будет уже не такой Вот это тоже Вачкажется Тот же район Сопка горелая Да Вот сюда Вот сюда Следующий Это Ближний Вачкажец Да И дальний Нет Это вся система Потому что Да Они правильно называются вообще Вачкажецы Там целая система гор Ну то есть Там много и вершин И пиков Куваров И можно с разной стороны подъехать Сопка горелая Сопка горелая Перепад 1000 метров Поднимаемся мы обычно с той стороны Там Такой снег жесткий Твердый И вот частенько было такое Что поднимаемся на вершину И спускаемся здесь Потому что здесь снег Мягенький Да Здесь пухляк Подветренная сторона Ну конечно Сначала оцениваем Там лавинную ситуацию Вот кстати Подъем идет Видно да какой снег жесткий Да Задутый Ага Но тоже не всегда Бывает так что и отсюда Очень хороший спуск У меня один раз была история такая Я поднялся Ну один Тренировку делал Набрал 1000 И ушел в эту сторону Вниз спустился А здесь так Выкатываешь Подъезжаешь сюда Здесь перевальчик небольшой Перекатываешься Через него И ты возле машины Я один был Это был май Уже месяц Я спустился вниз Иду топаю Так к перевальчику К этому А поднимался то В режиме В хорошем Ну бегом То есть так это Ну хорошая нагрузка И я смотрю Медведь идет Медведь идет Только медленно Никуда не смотрит И он идет тоже к перевалу В общем Мы к одному в одну Перевалу идем И мы идем И так вот сближаемся И мне что-то так не понравилось А у меня ничего нет с собой Даже перочин Ну перочин ножик был Но толку от него Медведь где-то в холке вот такой Здоровый вообще Я такой Потихонечку Разворачиваюсь И думаю Так Ладно Нагружаться не буду С пульсом там 110 Потихонечку пойду Обратно идти только через вершину То есть опять тысячу надо набирать И идти вниз Ну нет вариантов больше Я отойду потихонечку И гляжу на пульсометр Что-нибудь 160 А иду потихонечку Адреналин Такого в других горах не встречишь Да Но Камчатский медведь Самый большой медведь В мире После Белого И гризли Кодиакского Гризли Да Вот это тоже глиняная сопка Тоже с перепадом Тысячу метров Но там в общем мы покатались Несколько дней Потом мы переезжаем Чтобы было какое-то разнообразие Чтобы не кататься в одном месте Уезжаем вот во второй район Вот сюда 80 км на машине опять И здесь 20 км на снегоходе А вот здесь Мы оказываемся На Авачинском перевале Вот между этих двух вулканов Активных Там уже Арктические бочки Цубы так называемые Знаете да Наверное Эльбрусь такие есть Ну сейчас покажу Повоже Вот Вот такой вид на эти вулканы самолета И вот очутившись на перевале Так Вот 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 здесь вот как раз база находится Наша В черном как раз это маршрут Подъем на Авачинский вулкан Перепад 1700 метров Так издалек кажется небольшой Но на самом деле Вот подъем занимает Около пяти часов Примерно Пешком Скитур Чего угодно Но вот по гребню когда ходим Это просто пешком Кто на скитуре То по кувару идем Поднимаемся Ну подъем комфортный Не Там ничего страшного вообще нет Зато спуск я вам скажу Там Это Это песня Спускаемся В основном Вот этот конус Вот как вот про ключевской Говорили Он Ну ровный И он как правило Задутый То есть там такой Жесткочок Вот Но кто Не особо уверен В своих способностях Здесь вот лыжи Оставляют доски Но все равно Наверх идем там очень красиво Потому что Но С некоторыми Спускаемся Тоже здесь А здесь вот Здесь вот гребень Проходит Вот за гребнем Спуск идет На той стороне На той стороне И выкат вот сюда Вот сюда аж выкатываемся Около 12 километров Протяженность С перепадом 12 1800 даже перепад получается Потом снегоход Подбирает И вывозит сюда Все на радиостанции Связываемся Вот А если посмотреть в другую сторону То вот такой Корсовец стоит С перепадом 2500 Карягский вулкан Но на него Ходим редко Ну я имею ввиду Группы водим Очень редко Ну как правило Вот у нас за сезон Одна группа только И то там в основном Альпинисты катаются Ну Мало кто катается Но на снегоходах Выезжаем вот сюда И вот здесь вот По этим склонам катаемся А попозже я покажу Там поподробнее Поро него Крутенько Вот так вот живем Вот кстати да Напоминал ко мне Почему Вот эти цубы Это цилиндрический Утепленный болок Почему он цилиндрической формы Вот Как вы думаете Доставлять удобно Закатывать А мне сказали наоборот Чтобы обратно Их оттуда Скатывать удобнее Ну почти Ну не совсем Внутри Восьмиместное размещение Все под дерево Очень красивенько Достойно Очень здорово сделано Печка Топим сами Матрасы Тепло Спальники выдаем Иметь ввиду Удобство на улице Вот здесь Здесь не 4 звезды Вот такая у нас там лиска Бегает Она Очень странная лиса Неправильная лиса Обычно лисы Когда слышат звук снегохода Они убегают Зимой Потому что они все знают У них это уже записано Что их стреляют Зимой Летом лиса всегда подходит Это она не боится Да А это наоборот Только слышат снегоход Сразу подходит Потому что ее Туристы кормят Но Когда вы поедете На перевал Не вздумайте Брать колбасу И ее кормить Она у нас питается Только крабами И кальмаром Все Перед поднять Перед подъемом Перед восхождением На Вачинский улкан Ну и спуском Мы обязательно Проводим горные Снежные занятия Для чего Чтобы Знать Уметь Как правильно Передвигаться По снегу Как правильно В кошках ходить Они могут понадобиться Ну так для устойчивости Просто Как ледорубом пользоваться Но такой интересный Такой экшен Где-то на часа на два На три Всем нравится Потом Даже вот ребята Вот эти вот Попросили еще и по скалам Походить Ну И на следующий день Ранний подъем И восхождение На Вачинский улкан Снегоход Забрасывает Опять же по максимуму И дальше идем Идем И идем И час и два И опять идем Но потом все На вершине оказываемся Это действующий улкан И он постоянно дымит У него постоянно идет Фоморольная деятельность Это называется Когда газы Дым Вырывается наружу Все шипит Серый пахнет Очень сильно Вот справа Как раз это вот Все видите дымится Последний раз он извергался Было лавое излияние В девяносто первом году Это было зимой Я уехал на каникулы И я в Москву В Москве Просыпаюсь Утром включаю телевизор Я тут раз передаю Товачинский вулкан Начал извергаться Я только уехал Блин Обидно И потом Друзья Уже после Потом фотографии Показывали По телевизору Показывали Как лавовый язык В сторону города спускается Где-то километра на три Наверное он ушел И он прекратил извергаться За один день До моего возвращения Так обидно было А я думаю Сейчас я прилечу Обязательно пойду Посмотреть на лаву Ну вот Не слезло Вот Это все тоже кратер Сейчас вот кратер Ну вот здесь вот он Да Раньше он был глубиной Там воронка была 170 метров Вот до 91-го года Сейчас полностью Заполнен лавой Ну она застывшая Понятно Но в трещинах Вся там шипит Все оттуда Вырывается Очень интересно Вот такие вот Серные поля Это сера Вот А вот по поводу Как раз Спуска Скорякского вулкана Ну это Нет Это спусковая линия Вот Но Как бы можно И подниматься Я не поднимался Вот так Я По другим маршрутам Ходим А это спуск Но Это спуск Ну уровня Про Ну вот Вот эта Часть Вот эта секция Где-то Ну Ну 40 Вот здесь Ну 47 Где-то Ну И здесь Ворота Ну то есть Здесь Спускаешься только на Контах Вот И сходишь Сходишь И И Даже не прыгаешь Вот в этой части Можно прыгать Да Здесь Только юзом проходишь Ну немножко Потому что там Узко Да Узкость Где-то Ну метра Ну 3-4 примерно Ну там Так Уходишь Уходишь Чуть не цепляешь Пятками Носками А потом Конечно уже попроще И при таком перепаде В два с половиной километра Состояние снега Меняется Вообще Просто Наверху лёд А я спускался Раз Где-то в июне Или в мае В мае Наверху был лёд Потом фирн Потом отпускает Внизу каша Вот так вот В лыжах проваливаешься Да Там если падаешь До низа летишь Или где-то Да не Не до низа Где-то вот До сюда Ну километр где-то Пролетишь Примерно Немного Ну тут Я говорю Тут очень аккуратно надо Поэтому Перед тем как идти На Корягский Улкан Это тоже такое Но требование условия Как бы вы не заявили о себе Мы сначала идём На Вачинский Ходим смотрим Как вы катаетесь Потом Можно пойти туда Да Но Пока Почему-то Никто Туда не хотел Вот с нами Вот с нами Ну Зайдет туда В скитуре можно Или всё-таки Надо снимать Не зайдёшь Точно не зайдёшь Можно выйти на скитуре Но обязательно Кошки нужны Лыжные Лыжные Лыжных кошках Я выходил до Отметки 2 700 Вот Потом Уже ну Бессмысленно В них идти Вообще Вот Да Круто становится А потом Вообще Либо там надо уходить На скалы И по гребню По камням идти Либо уходить На На двойкуа Ну там ледовый участок Ну то есть технически Там не сложно Но Вот так Вот такие виды Открываются На одну сторону Это вот как раз Город внизу Бухта И там вот Вулканы А это на другую сторону Там другая долина совершенно Долина реки Налычева И это Жупановский вулкан Он около 3000 метров И вот тоже смотрите Он черный весь Потому что он активный Он работает и пыхтит У него периодически Отсюда выбрасывается Столб дыма Столб пепла И он оседает Поэтому Вот он черный И вот мы В этом году идем С ребятами Ну этот Посматриваю на него Он Вот в таком вот виде стоит Потом Проходим Полчаса буквально Раз Что то опять Глаза поднимаю Все и пошло Он пыхает Вообще как то хаотично То есть То он может там день Вообще Ничего не выбрасывать То начинает Там Несколько раз в день Плевать И вот у него туча была Но больше него Вот такая вот здоровенная Но она потом Ветром ее Начинает разносить И Он очень далеко Только Только вертолетом Но мы ходили пешком Но это так давно Было И летом Вот А это как раз Вот спуск с конуса Есть там хитрые места На конусе Где все равно Можно найти снег Такой более менее нормальный То есть подъем Идет Вот здесь вот За таким Неярко выраженным Гребнем А в стороночку Отойти Можно Очень даже Неплохой снег найти Но все равно Не до верху Верхняя часть Конуса Всегда Заструги Вот такая Бяка Ну вот в марте Вот такой снег Но это не гарантия Но Высокая вероятность Что такое будет А это вот Как раз Отметка Где-то 1700 То есть Отсюда Можно спуститься Ну практически Любому С хорошим Очень выкатом Очень безопасно Ну и вот Спускаемся С Савачинского вулкана Уезжаем В город Здесь Садимся На собачьи упряжки И едем На Тихий океан Вот так Черный песок Вулканический Такие берега После собачьи Где-то в обед Едем на рыбный рынок Покупаем Вот Такие деликатесы Икра На Камчатке Не дешевая Не надо думать Что она там Цены Это Прошлый год Или позапрошлый Но цены Примерно такие же Как здесь Но там качество другое На Камчатке Очень вкусно Очень вкусные Морепродукты И мы кстати У нас и повар тоже готовит В основном Рыбу Кальмар Папортник Ну все такое Наше Камчатское Местное Очень вкусно Готовит Вот Так О Видео по фрирайду Есть такое Сейчас посмотрим Минуски 3 Видео Так 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 Минуски 3 Тетрик Минуски 3 Ай Субтитры создавал DimaTorzok 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 А еще к нам приезжал недавно гость Они очень популярны Берите выше! Куда выше? Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Отдали ему на прокат ботинки У нас есть лавинное снаряжение Спальник, там где вот в бочках переночевать Скитур комплект есть, ну несколько скитур комплектов Нет сплитов, нет только лыжи По фрирайд-снаряжению вообще по своему снаряжению Я очень настойчиво рекомендую вам брать здесь Потому что, во-первых, это будет Вы подберете здесь то, что вам надо Потому что там можно прилететь и вдруг нечаянно Там в прокате что-то вам не подойдет Раз Во-вторых, это дешевле будет Потому что на Камчатке прокат дорогой В-третьих, вы ничего не теряете совершенно Потому что Аэрофлот дает дополнительное Второе место багажа Лыжное снаряжение бесплатно Да И как вы туда увезли, допустим, да Одно место 23 килограмма Обратно набрали еще 23 килограмма икры Все, и у вас два места Рыба, икра и борт, ботинки Все, 43 килограмма Горные ботинки на шее И самобортическая нога Да-да-да-да По списку рекомендуемого снаряжения Мы там, ну, есть у нас список Если что, там консультацию ведем Поэтому, там ничего хитрого нет А, кошки тоже весь в прокате Тоже даем Снегоступы даем Тоже все включено А? Группы в итоге по сколько человек получается? От 4 до 10 Если 4, то 1 гида? Нет, да-да-да, конечно То так 2 гида Либо 3 Даже так Бывает по-разному Только разработанные маршруты Вот то, что вы показали Или еще есть варианты? Есть еще варианты, да Но это самые оптимальные варианты Вот то, что сделано сейчас Оно и логистически хорошо А? Я же сказал, что есть другие интересы Ну, общий А, у вас есть другие интересы? Интерес имеется в виду Ключевская особка А, понятно Нет, есть у нас ключевская особка Конкретно есть Да, и программа Есть по ключевской особке Да Хорошо, переговорим После остаться Да, хорошо Довольствия Сколько стоит По стоянности выходит Опа Опа Вот смотрите, ребят У нас мы делаем как? У нас формат Все включено Есть программа на 10 дней Вот сейчас Практически всю ее и прошли Есть 7 дней 7 дней Она была специально Разработана Для предпринимателей Которые никак Вот не могут Свой бизнес Любимый Оставить На 10 дней Ну, вот говорит Не могу Все Ну, долго Это на 10 дней Сделайте 7 Ну, вот сделали 7 дней Ну, а если вы Правда Если вы ставите задачу Именно покататься То я рекомендую 10 Потому что 7 дней Все-таки Ну, маловато Это всего 10 дней программы Прилет и улет Вычеркиваем День вылета День прилета И день собак Минус 3 дня Да Но У нас сейчас Будет группа Одна Которая От собак Отказалась И хотят Этот день Посвятить катанию Без проблем Но Мы тоже Собачек сделали Потому что Это разнообразит Как-то интересно И не сколько собаки А сколько именно На Тихий океан Попасть Тихий океан Многие хотят Мы поэтому Ее сделали Включили Итак Туда входит И проживание И трансфер Автомобили Снегоходы Заброски в сам район Снегоходы И две заброски В день На гору Питание Полностью везде Повсюду Экскурсии на Тихий океан На опряжках Бассейн с термальной водой Это в первой половине Постоянные гиды И спасатели Лавинный курс Снежное занятие И восхождение В семи днях Восхождение нет Тоже минус Не успеваете просто Вот И подготовка Чтобы было Ну чтобы все было полноценно Не входит только Авиаперелет И питание Вот последний день Когда уже в городе живете Сколько стоит перелет На Камчатку-то Как вы думаете В 20-х Во Ну так вы уже все знаете Оказывается Потому что В основном народ Думает Да Но летом Дорого На самом деле Надо субсидируем Куда Во Владик Да Сейчас Даже так Да Ну я вот Это не следил Я буквально Неделю назад Перед лекциями Зашел Посмотрел Екатеринбург Был 26 Москва 22 тысячи С глубиной С глубиной До конца апреля Постоянно Каждый год Можно эти билеты Купить До середины февраля То есть До этого До середины февраля Эта цена держится Точно не надо думать Что Там в ноябре Эти билеты кончатся Нет Но Я рекомендую Все равно Если вы решились То лучше их взять Сейчас Чтобы потом Не было Ну где живем Могут быть тут Всякие Ситуации Вот Еще Следующий слайд Должен быть контакт Нет Следующий Нет Это же еще не все Ну кстати Да Еще вам скажу Сразу тоже Такую Такую новость Что Она правда В конце там стоит Ну ладно Изначально Когда Вот Мы планировали Лекции Эти Мероприятия Все А их Всего 15 Мы сразу Предварительно Там С ребятами С компаньонами Решили Ну сделать Такую акцию При бронировании До 25 числа 10% скидка До 25 ноября При бронировании При бронировании До 25 числа Скидка 10% Еще К информации Что У вас уже Город 6 А мероприятия Уже Там Я не считал Уже То ли 8 То ли где-то так Места уходят Поэтому Думайте Не долго Есть Есть Даты Которые Уже Полностью Забронированы Обычный Городный Курорт Там У Однокопчатки Есть Да Есть А вертолетом Не занимаетесь Занимаемся Да Хелиски Тоже Хелиски Есть А Но Оно Дополнительно Потому что Это база Вот это база Потому что Хелиски Обычно Заказывают Или кто-то На один день Либо там Пару Тройку Человек В основном Это Робинсон 45 тысяч В день Примерно Около Да Он не единственный Два Робинсона То есть У вас Сейчас Вертолетная Компания Есть Из двух Ветхолеков Только Никого Не говорите Вот Помимо Фрирайд Программ У нас Еще есть Экскурсионные Программы Это Может быть Будет Интересно Друзьям Вашим Знакомым Потому что Либо Женам Либо Супругам Потому что На программу Могут поехать Допустим Там Супруг катается А супруга Не катается Ей не хочется кататься У нас Экскурсионные Программы Проходят В те же Самые Даты Что и Фрирайд Программы Вы Отдыхаете Вместе Купаетесь Вместе Ездите В одни И те же Горы Но Супруг Катается А вы С гидом Молодым Красивым Ходите По сопочкам И фотографируете Гуляете И так далее Это Вариант Такой На снегоходах Активные Такие Экскурсионные Программы Есть еще Экскурсионные Программы Комфорт Да Если вы Точно Но она уже С вами Ездить не будет Там Другой Вообще Это вот Посещение Там диких Источников Горячих Вот таких Вот Потом Снегоходные Экскурсии Это вот В экскурсионных А вот На ездовых Собаках Ездят Это вот Бабушки Ну так Назовел Вот Затем Вот Стойбище Тельменские Посещаем Ездим Ходим Так Вот Наши Контакты Мы Есть В соцсетях Facebook Вконтакт Очень Просто Нас Найти Собачка Mountain Territory А Мы Знаете Еще Как Что Сделаем Ммм Ммм